добрый день дорогие друзья вы на канале рыбалка это жизнь и с вами я и вени сегодня я хотел бы вам рассказать о том как можно спасти силиконовые стопорки такие маленькие такие большие и использовать их не один а три четыре пять раз ну пока они полностью себя уже не живут таких способов у меня в моей практике 6 штук у кого-то может быть больше добавляйте в комментариях в общем подписывайтесь на канал ставьте свои лайки и дизлайки поехали ну что рассмотрим первый случай это при помощи швейной иголки берем толстую леску толстая леска в данном случае у нас 0 5 на такой леске на 0 5 и обычно делаю все свои снасти так первую очередь загоняем сюда стопорок теперь этот стопорок надо отсюда снять и переставить на другую леску что я для этого делаю беру швейную иголку вставляю сюда леску а теперь наматываю несколько раз на иголку для чего для того чтобы здесь вот перехватить плоскоупцами и дальше накручиваю наш стопорок на иголку в данном случае поступить из стопорок и иголка большого диаметра поэтому мы ему не причиним никакого вреда самому стопорку ну вот все оказалось ушко то что мне надо мне и надо было теперь то же самое тонкая леска 0 25 0 25 леска у нас идет на поплощенную удочку обычно ну естественно меньше получается беру швейную иголку с меньшим ушком и меньшего меньшего размера одел нитку и теперь берем стопорок и перетаскиваю этот стопорок на иголку а здесь чтобы у меня ничего не шаталось чтобы нормально вышла леска берем стопорю ее и перетаскиваю на иголку как вы видите все легко и просто второй способ с помощью крючка беру тоненький крючок чтобы была тонкая проволока но вот это отверстие должно быть таким чтобы 0 5 леска входила вот смотрите пошла леска дальше беру и опять же плоскогубцами крючок зафиксировала вот здесь и потихоньку начинаю накручивать все смотрите крючок накручен дальше вытаскиваю леску крючок остается наверное на крючке остается наш топорок дальше нехитрой манипуляции и наш топорок оказывается опять на леске то же самое только наоборот это толстая леска 0 5 видите все легко и просто со швейной иголкой это было тяжелее 0 25 леска тот же крючок абсолютно тот же самый продеваю леску крючок и дальше перетягиваю стопорок можно конечно и руками но с помощью плоскоупца все-таки у меня сподручнее но и так получилось хорошо видите все элементарно просто вытаскиваю леску обрезаю и по новой используем стопорок все берем толстую леску отрезаю кусочек мне надо отсюда перенять стопорок на вот эту леску что я здесь делаю здесь на этой стороне делаю петельку хорошо я затягиваю хорошо я затягиваю сюда вставляю нашу леску на которую надо перетянуть наш топорок вот она петля вот новая леска и перетаскиваю сюда вот он перетащил толстая леска 0 5 она все равно она переходит стопорок живой стопорок рабочий ну естественно если получилось с толстой леской то с тонкой получится по-любому делаем то же самое то же самое что я на толстой леске делаем петельку в пятерку новую леску и перетаскиваем стопорок вот он на другой леске смотрите следующий способ берем толстую леску берем иглу от шприца в данном случае игла берется от двадцатки до двадцати кубового шприца ну в меньший диаметр иглы просто не войдет наша леска и вставляю в отверстие надо ее под углом подрезать потому что даже в двадцатку она плохо входит вошла с этой стороны вышла что дальше дальше берем и потихонечку перетаскиваем стопор на нашу иголочку все если надо нам перенести на другую леску вставляем в следующую леску и перетаскиваем это уже понятно ну а с тонкой леской конечно надо брать и луу потоньше вот у меня было от двух кубового шприца беру с двух кубового шприца иголочку и делаем то же самое продеваю иголку и надеваю сюда стопорок все бывает так что этот стопорок ну нужно вернуть назад на проволочку не нужен он нам сейчас в данный момент что я делаю я взял вытащил вот эту проволочку из вот этой обоймы и сделал один конец длиннее другой короче для того чтобы легче было вставлять в иголку и вставляю в эту иголочку вот 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 она вошла вошла сюда эта проволочка и дальше просто перетягиваю сюда стопорок вот стопорок опять у нас на проволочке ну то же самое можно сделать и с толстым то же самое и толстый большой диаметр стопорка вот то же самое смотрите одел перетащил все стопорок живой вот смотрите нам надо с вот этого кусочка лески перегнать вот сюда стопорок для того чтобы его перегнать я связываю две лески и теперь стопорок надо, чтобы он проскочил через вот этот узел, я его смачиваю этот узел, и он тогда и он тогда проходит, но не так как хотелось бы, потому что узел развязался и вообще этот способ вроде бы самые легкие, но я его больше всего и не люблю. Давайте этот же способ попробуем на толстой леске, на 0,5. Значит нам надо перегнать вот этот стопорок на вот эту леску. Ну давайте мы тоже самое свяжем, свяжу немножко другим узлом. Ну как вы видите узел получился довольно таки объемный, ничего хорошего с этого рая скорее всего и не получится. Ну что, перетащить я его конечно перетащил, но сам стопорок, внутренний диаметр у него стал, намного больше и поэтому, как вы видите, он держит, но не так как хотелось бы. Этот способ мне не нравится, не годится этот способ. Вот этот 5, который я вам показал, это, ну, лучшее. А этот 6, я бы он не стал бы применять. Это связать между собой две лески, и перетащить стопорок с одной лески на вторую. Нехороший этот метод. Это все, друзья. Все, что я хотел сегодня вам рассказать о том, какие будут, бывают, существуют методы сохранения наших силиконов стопорков. Как вы видите, ну, не все методы можно применять, не для всех диаметров лески. Поэтому, ну, решайте сами, каким методом лучше пользоваться. Я так считаю, что это видео полезно и не только молодым, но и тем людям, которые давно рыбачат и которые, ну, может быть, такого и не знали. Все. Будьте здоровы. Не хвастанье чешуи. Подписывайтесь на канал. Заходите в гости. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok